Сегодня в Лос-Антосе начнется безумный зомби-апокалипсис, и давай проверим, кем ты станешь во время него. Если успеешь поставить лайк под этим роликом за три секунды, то будешь выжившим, а если нет, то превратишься в ходячего мертвеца. С возвращением в GTA 5, призраки, с вами, как всегда, я Гост, и сегодня мы снова будем выживать во время зомби-апокалипсиса. В GTA 5, поскольку в комментариях вы меня очень часто просите записать для вас новенькую серию про выживание в зомби-апокалипсисе, я, ребята, решил помимо нашего любимого сериала записать для вас небольшое обучающее видео, в котором мы с вами протестируем различные машины для выживания в мире апокалипсиса. Сегодня мы протестируем огромное количество тачек, которые нацелены на то, чтобы уничтожать огромные толпы ходячих мертвецов, и посмотрим, какая из этих машин окажется самой-самой крутой. Возможно, благодаря этому видео кто-то из вас сможет выжить во время конца света, если он, конечно же, наступит. Ну что ж, ребята, в самом начале этого ролика не забудьте обязательно влепить лайкос под ним. Мне будет очень приятно, ребята, потому что ваши лайки оценивают мой труд и очень сильно мотивируют меня на продолжение интересного контента. Так что, ребята, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал, те, кто еще не в семье призраков, и, само собой, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Капец, ребята, зомби накопилось в городе достаточно много, особенно в этом месте. Наверное, сейчас самая лучшая возможность для того, чтобы протестировать нашу первую машину. И давайте взглянем на нее. Встречайте, полицейская ламборгини Авентадор в комплектации Апокалипсис. Ну что ж, давайте для начала заценим ее. Но, честно говоря, для первой тачки эта машина очень крута. Посмотрите, как же классно она выглядит. Теперь мы с вами можем спокойно давить всех зомби, которые встречаются нам на пути. У нас установлены спереди вот такие вот щиты, которые не позволяют нам, в принципе, застревать во время того, как мы с вами проталкиваем даже такие гигантские толпы. Посмотрите, мы вообще спокойно проезжаем их. Салон у ламбы выглядит очень круто. Везде кожа, дорогие материалы, все красивенько обтянуто. Но, по-моему, это просто настоящая мечта для зомби Апокалипсиса. Единственная проблема, которую я могу видеть у этой тачки, скорее всего, она не очень прочная. Но потому что это ламба. Вы представьте, если что-то у такой тачки сломается, придется потом искать запчасти. Но зато она очень быстро гонит. Оу, блин, как же чашло тормозит только. Нифига себе. Ну ладно, ничего страшного. А полоскорость не пытаемся зомби сбить? Вообще спокойно, ребята. Как в боулинг играть. Вот смотрите. На нафиг, получай. И чуть-чуть вообще притормозили и поехали дальше. Нифига не отлетели. О, да, ребята. Это на самом деле очень круто. А еще на сзади есть вот такие вот пилы, которыми тоже можно вот так вот брать и сбивать зомбаков. Но они не сильно дамажатся, кстати. Я думаю, что он встанет, да. Лучше всего наносить урон ножичками, я думаю. То есть так вот подъезжать к зомбаку. Так спокойно просто его подрезать, блин, налови. И все, уезжать дальше. Все, зомбак, кстати, готов. Ну что ж, ребята. Вот такая вот наша первая машина для выживания в зомби апокалипсисе. Прямо сейчас оцените ее в комментариях от 0 до 10. Понравилась она вам или же нет? Как вы считаете, подходит она для выживания в зомби апокалипсисе или же опять же нет? И вот исходя из всего этого, поставьте оценку, ребята, от 0 до 10. Где 10 это вообще самая-самая лучшая тачка для выживания. То есть если это машина, то ты 100% выживешь во время конца света. Вот так вот. Я предлагаю сразу же перейти к просмотру следующей тачки. Антизомби минивэн. Ну да, ребята. Выглядит он, скорее всего, похуже, чем ламборгини. Просто потому что ламборгини, блин, ну, это как бы ламборгини. Но, честно говоря, такая машина во время конца света мне внушает больше доверия. Потому что запчасти очень дешевые, как бы. Ну, их, в принципе, даже не то, что дешевые. Их легко найти везде. Вот. Также она выглядит достаточно крепко. У нас даже полицейские щиты внутри стоят, чтобы нас вообще никак не пробили. Сзади тоже все укомплектовано. Еще и сверху огромная-огромная площадка для того, чтобы поставить какие-нибудь припасы. Видите, на крыше. Как это уже и сделано. Также есть такая же снайперка сверху. То есть там можно челика поставить, чтобы он стрелял просто по зомбарям. Ну, вот едет эта машина, конечно, уже хуже. Но оно неудивительно. Ламба, блин, это ламба, ребята. Она для этого, в принципе, и создана. Она такой меньюнчик. Можно спокойно ехать вот так вот в зомбаре, избивать. Все вообще не парится, блин. Все в кровьюке. Но все равно будет ехать его вообще ничем не остановить, по сути. А максималка, даже не знаю, смысл замерять или нет. Вот у ламбы я там, предположим, где-то, наверное, 200, вот, примерно, когда я ехал. Я так подумал, ну, вот 200, 220, она как бы разгонится так, нормально. А здесь, ну, сколько, ребята? 125, 130, наверное. Где-то вот так вот, в принципе. Но, короче, не очень-то и быстро, если честно. В целом, такая себе, знаете, машина. Я предлагаю на ней, наверное, не останавливаться сейчас. Мы ее, в целом, протестировали. Все, что можно было про нее сказать, я сказал. Но вот еще салончик можно посмотреть. Ну, блин, такое. Такое, короче, реально. Поэтому давайте посмотрим уже следующую машинку. Я надеюсь, вы не забыли оценить предыдущий мини-вэн по шкале от 0 до 10. Так же, как мы это делали с ламбой. Ну, а сейчас мы приступаем к действительно интересной тачке. Потому что... Блин, зомби подошел уже очень близко. Потому что, ребята, она горит, блин. Да, у нее спереди установлен огнемет. Тачка, знаете, такая. Я бы даже не сказал, что она бронированная. Защищено, в принципе, только самое важное. Ну, колонки с бензином сзади, да. Спереди тоже немножко подкреплено, чтобы баллон нафиг не взорвался. Короче, просто, по сути, вот так вот катаешься и жгешь зомби. Видите, как она спокойненько вот их зажигает. А как вы знаете, вообще огонь одной из самых лучших средств против зомби в GTA 5. Они прям от него погибают сразу же. Может, даже в голову не целится. Просто там даже ногу маленькую поджег. Все, он нафиг сгорит. Я не думаю, что есть смысл на такой тачке кого-то пытаться пробивать. Не-не-не. Вообще, ребята, таранить точно не вариант. То есть она прям застревает сразу же. А, блин, там что-то сломалось, по-моему. Или все? Вернулось? Мне показалось, как будто там что-то сломалось, у нас забагалось. Короче, нет, все, я никого не толкаю больше. Поехали кататься просто этим огнебетом по городу. А! Ё-моё! Ребята, нас с вами что-то лопнуло, короче. Вот такая тачка. Ну, вы поняли, да, она просто разваливается. Но это что-то на самом деле непонятное. Я думаю, на этой машине нужно очень бережно кататься, потому что видно, что тачку собирали вообще из самых подручных средств. Кстати, в ней еще очень тепло будет. Настолько тепло, что можно сгореть. Блин, в прямом смысле этого слова Фрэнкель сейчас может сгореть, мне кажется. Посмотрите, как на него огонь направлен. Просто он в пламени катается. Ладно, назовем эту тачку, короче, машина сатаны. Ну, серьезно, блин. Потому что от нее страдают все. И водитель, блин, и зомби. Честно, мне кажется, что эту тачку лучше всего брать для зачистки больших толп зомби, либо обороны баз выживших. Вот, например, идет огромная толпа зомби, вся тачка просто выезжает, вот так вот потихоньку проезжает, и их всех поджигает. Вот в таком вот случае эта тачка реально будет офигенная. Но в других, я не знаю, у нее нет никакой защиты. Если попадется какой-то мега-зомби, например, он просто спокойно возьмет и эту тачку уничтожит, например. И вас из тачки выкинет, и все, и затопчет. Поэтому лучше, мне кажется, взять какую-нибудь другую машину, если ты вот собираешься куда-то в город выезжать. Это, мне кажется, реально вот больше для обороны. Но, ребята, судить вам, может кто-то из вас углядел на нее совсем другие планы и думает, что она реально очень крутая. Прямо сейчас напишите в комментариях, как вы считаете, стоит ли брать эту тачку для зомби-покалипсиса. Она, кстати, посмотрите, вот не тушится, как вы видите. Ну, короче, нормально, блин, ее даже не потушить, офигенно. Дайте оценку, ребята, от 0 до 10, как и в прошлые разы. Ну, а мы переходим к следующей машине. Ребята, кажется, я нашел один из лучших вариантов. Давайте сейчас быстренько прыгнем, мы уедем отсюда нафиг. Я их пытался тут перестрелять, но, честно говоря, это практически нереально. Франклин, садись. Садись в тачку. Сейчас зомби сажут нафиг. Все, 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 садимся, ребят. Хух, успел. Вы просто взгляните на нее. Это огромный камаз, который, кстати, зомби почему-то толкает. Отвалите нафиг, их тут очень много. Я не могу выехать. Вот, все. Хух, офигеть. Ребята, ну, по-моему, за это тупо лайк. Вот эта тачка реально уже выглядит как нечто очень-очень крутое. Можно спокойно зомби отталкивать, проезжать при помощи этого носа. Интересно, а тачки можно отталкивать? Ну-ка. Ну, ну так нормально, в принципе, не мешаются. Я думаю, что это очень прочная машина. У нас имеется огромный кузов, как вы видите сверху. Во-первых, он вместительный, я думаю, потому что, ну, это грузовая тачка, и в него можно грузить огромные тонны вещей каких-нибудь. Она должна их будет выдерживать. Так что здесь даже построили переносную базу, ребята, сверху. Переносная база, вы посмотрите на это. Вон тут у нас дверка небольшая. То есть это прям база, видите? То есть сюда можно пройти... Ну, как база? Тут у нас, по сути, сделано для пулемёта. Но всё равно, блин, тут можно поставить какой-нибудь спальник, например, там, газету расстелить. И пить чаёчек сидеть внутри. И вообще не думайте о том, что к тебе как-то залезут зомби, потому что фиг они залезут. Тачка очень крутая. Бронированная. Едет, конечно, медленно, но я думаю, это вообще не страшно. Потому что она вывозит за счёт своих других характеристик. Да, блин, ещё и база сверху, ребята, в кузове. Вы просто представляете, как же это круто. Вот оцените, пожалуй, эту машину. Какую вы оценку дадите ей? Нравится ли вам этот грузовичок выжившего или нет? Но мне нравится очень сильно. У нас ещё решёточка тут, кстати, как внутри. Ну, нормально, всё прям, ребята, так заделано. Капитально, скажем так. Не думаю, что зомби смогут прорваться через эти барьеры защиты, блин. Ну что ж, предлагаю посмотреть следующую тачку, ребята. Ну, даже как сказать тачку? Короче, я тут вообще нашёл просто капец какую дичь. Я хочу вам это показать. Я думаю, это будет очень круто. Что думаете касательно танка, созданного специально для зомби-апокалипсиса? Вот и он. Посмотрите, как он укреплён, блин. У нас стоят гигантские бронепластины. Танк стал практически в полтора раза больше. Серьёзно, вы просто взгляните на это. А ещё у нас есть пушка. Что? Что за фигня? Ребят, погодите. А почему пушка так стреляет? Я не понял, почему пушка стреляет в себя же как будто? Ооо, недоработки, недоработки. Кто конструктор этого танка, у меня вопрос. Какой выживший его собирал? Вы посмотрите. Мы когда стреляем с вами по зомби, который находится рядом, у нас получается так, что... Она взрывается прямо вот здесь, смотрите. Рядом с танком только. Видите, да, как будто в броне. Фиг его знает, как это работает. Но так-то это можно использовать как... Не знаю, технику для прорыва, например. То есть зомби вас окружили там, да? Базу вашу просто всё штурмует. Нет другого выхода. Просто берёте от танка и начинайте кататься по зомби, ещё и взрывайте их. Вот, блин, да, да, да. Вот для этого его можно использовать. Броня хоть и загорается, но она точно не сгорит. Даже не беспокойтесь об этом, можно спокойно продать кататься. Ну а если вам нужно посадить по вертолётам, будет очень спокойно, потому что туда пушка стреляет нормально. Ну или хотя бы чуть-чуть выше, чем едете вы. Это, пожалуй, самый главный критерий. Ну что, как оценить теперь эту технику? Мне кажется, что если бы реально какой-то чувак катался во время зомби-апокалипсиса на танке, пожалуй, у него было бы больше всего шансов выжить. Ему бы даже не нужно было из этого танка выходить, только для того, чтобы подзаправить. Ему можно было бы там даже жить. Там места, конечно, мало, но если у него маленького роста, например, и танк такой, знаете, поноверее, покрупнее, то реально всё спокойно, просто там живи, не выходи даже на улицу, только заправляйся. Выбегай немножко за едой, катайся, блин, дави зомби и вообще не парься. Для города, как говорится, самое то. В общем, ребята, наценивайте от 0 до 10. Ну и я хочу показать вам последний вариант на сегодня, который вас, я думаю, удивит не меньше этого. Специально для того, чтобы показать вам эту технику, я отправился на аэропорт. И я думаю, вы догадались почему. Последним у нас приходит на обзор вертолёт для выживания в зомби-апокалипсисе. Чтобы вы понимали, у него тут стоит реальная база внутри. А вот так вот. Можно сидеть. И, знаете, что-то можно делать. Ну, по сути, тут только боезапасные, да? То есть можно отстреливаться от зомби. Я не знаю, тут присесть, чая попить, например. Да Вика его знает, блин, ребята. Я просто не понимаю, что происходит. Это реально вертолёт с базой для выживания в мире апокалипсиса. Ну, короче, давайте протестируем, будет ли вообще такая штука лететь. Ну, по всей видимости, да, летит. Ха-ха-ха. Чё, блин, серьёзно? Да ну нафиг, блин. Всё, ребята, просто набираете ботов на карте, если в ГТАшке выживаете, и садите их в вертолёт. Если они там будут держаться, то всё вообще топ. Ха-ха-ха. Ну, а если реально, и говорить о жизни, не знаю, смогла ли такая конструкция бы существовать. Но она очень громкая, на мой взгляд. Хотя, в принципе, танк тоже громкий. Но вертолёт ещё громче, 100%. Если вам нужно будет где-то сесть, то к вам сразу же прибегут толпы зомби, а находиться постоянно в воздухе у вас не получится, потому что нужно очень, очень много топлива. А его во время зомби апокалипсиса, к сожалению, нет в таком изобилии, как вы понимаете. Поэтому, ребята, оценивайте последнюю нашу технику в вертолёте, как вы считаете. Подойдёт ли он для выживания во время конца света в реальной жизни? Нет, обязательно. И, собственно, на этом всё. Давайте вот так вот приземлимся тут. Ну-то он удобненький, кстати, зато, блин. По управлению хороший. Ну, мне понравился так-то он в целом, если в GTA-шке судить. Ну что ж, друзья. А, в общем-то, ставьте лайки. Если хотите увидеть продолжение, могу вам записать ещё один подобный ролик, где мы также рассмотрим некоторые варианты техник для выживания в зомби-апокалипсисе. Само собой подписывайтесь на канал, те, кто ещё не в семье призраков, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосы. Буду ждать вас уже завтра на новом ролике. Пока-пока-пока. Пока.